всем привет вещают могилевские хроники во все времена люди считались главным богатством любого государства преданная своему делу они совершали открытия которые определили ход истории сегодня мы поговорим об одном малоизвестном человеке который сделал достаточно много для нашего города могилева николай феликсович ястребжемский родился в 1808 году поместье борисовщина тогдашнего речицкого уезда минской губернии ныне хойникский район гомельской области семье помещика вначале николай получил домашнее образование а затем учился на физико-математическом факультете виленского университета окончив 1830 году с отличиями университет он решил посвятить себя инженерной деятельностью и с этой целью в этом же году поступил в институт корпуса инженеров пути сообщения в санкт-петербурге считавшийся одним из лучших в российской империи обладает личными знаниями в области естественных наук николай за два года получил четырехлетний курс обучения и в 1832 году с отличием окончил институт в чине инженер поручика было ставлен в институте качестве репетитора по строительному мастерству и практической механике числе лучших выпускников его имя было выбито на мраморной доске в конференц зале института 1837 году николай был назначен помощником профессора по части курса построений и практической механики а также был приглашен читать практическую механику технологическом институте математику в бывшем училище гражданских инженеров и механику во втором кадетском корпусе в это же время я старджемский стал сотрудником журнала пути и сообщения взялся он из-за составления курса практической механики ставшего первым такого рода учебником на русском языке третью часть книги по практической механике которая была опубликована через несколько лет я старджемский посвятил сопротивлению материалов став по сути дела основоположником теории сопромата в российской империи за безупречную службу молодой ученый получил благодарность императора и уже в тридцать один год стал лауреатом престижнейший в то время демидовской премии которую в санкт-петербургской академии присудила ему за курс практической механики решив применить свои знания на практике николай я старджемский приезжает могилев чтобы по собственным проекту организовать строительство первой на территории нынешней беларуси паровой мельницы скором времени мельница была построена на берегу днепра нескольких юристах от города из 1841 года начала производить пшеничную муку надо отметить что мельница я старджемского была первым капиталистическим предприятием в могилевской губернии на ней работали наемная рабочая долгое время паровая машина на мельнице оставалась единственной в могилевской губернии пока через 20 лет не появился паровой двигатель на пивоваренном заводе франца лекерта что касается паровых мельниц то возможно предприятие ястремжемского было одним из первых не только в западном крае но и во всей российской империи ибо по некоторым данных таких мельниц 1845 году было всего три мельница была построена в местности под названием папинка до мельницы было несколько верст от города что объясняется тем что производство муки пожароопасно и многие мельницы действительности сгорели разорив их владельцев почему же в могилеве и на берегу днепра как известно те времена пшеницу могилевской губернии не выращивали а привозили с юга частности с малороссии железных дорог в губернии еще не построили поэтому массовые грузы доставляли по воде и днепр для таких целей очень даже подходил но мало доставить пшеницу и ее перемолоть муку надо муку кому-то продать это сейчас либо булочные изделия с пшеничной муки обычное дело а в те времена баранки бублики и торты были доступны далеко не всем в основном пшеничная мука использовалась городах а крестьяне выращивали рожь которую потом перемалывали в муку для собственного потребления на мелких ветряных и водяных мельницах разбросаны по всей губернии так что основным потребителем пшеничной муки оставались лежащие на днепре губернские могилев и смоленск а также уездная старый быхов шклов орша рогачёв и гомель мельницы эстребжемского размещалась в четырехэтажном каменном здании на первом этаже которого была установлена паровая машина 36 лошадиных сил бельгийской фирмы кокерель к сожалению нам неизвестно кто являлся владельцем мельницы явно это не был сам николай поскольку офицерам запрещалось заниматься предпринимательством да и средств чтобы построить такое сооружение у молодого инженера явно не хватило 1882 году стоимость мельницы оценивалась в 60 тысяч рублей тогда как годовая зарплата инженера подполковника составляла примерно 2000 рублей как пишет один из исследователей филиппович паровая мельница в 1841 году перерабатывала 30 тысяч пудов привозной пшеницы если разделить это количество на жителей тогдашнего могилева то получается примерно по 24 килограмма муки в год отсюда вам можно сделать вывод что пшеничные булки могилевчане ели в основном по праздникам вскоре в российской империи началось бурное строительство железных дорог и днепр частично потерял свое транспортное значение крупные паровые мельницы стали строить близи железнодорожных станций поэтому помещик жуковский которому перешла мельница жаловался в 1882 году что предприятие работает на грани убыточности и хотя перерабатывала в год по 55 тысяч пудов пшеницы далее дела пошли еще хуже и в начале 20 века предприятие чтобы выжить расширила круг деятельности стала выпускать ржаную муку и различные крупы а также пиломатериалы принадлежала она уже купцам этингеру и лурье и имела две паровых машины 50 лошадиных сил после 1917 года предприятие было национализировано и стала называться мельница номер один 1926 году предприятие как паровая вальцевая мельница и лесопильный завод входило в состав городского коммунально-промышленного треста 1931 году мельница превратилась в лесопильный завод красная звезда во время великой отечественной войны завод был разрушен и после освобождения могилева частично восстановлен и продолжал выпускать пиломатериалы еще до 1956 года таким образом детище старжемского просуществовала более века принося значительную пользу городу назначены в 1843 году секретарем конференции института корпуса инженеров и помощником редактора журнала пути сообщения и составления заводских проектов получил звание инженера подполковника 1844 году помимо всего прочего ему было поручено составить для института курс об мастерствах и атлас чертежей образцовых механических устройств в эти же годы николай составил и руководству начальное основание общей и прикладной механики на издание этого руководства император николай 1 пожаловал естребжемскому в 1846 году 2000 рублей в 1848 году николай после 15-летней службы в институте оставил санкт-петербург и переехал с семьей могилёв поскольку был назначен начальником отделения 11 округа путей сообщения и хотя позже естребжемский неоднократно утверждал что сделал это по собственному желанию и сам попросился в родные края все же есть предположение что истинной причиной перевода стало участие его двоюродного брата ивана в деятельности революционных кружков петрушевского во время службы николая в могилёве он отвечал за проектирование и строительство эксплуатацию шоссейных даров могилёвской минской черниговской и гродинских губерниях под его руководством строилась шоссе санкт-петербург-киев на участке от опочки доброваров кроме того естребжемским были разработаны проекты мостов через западную двину в городе витебске и через днепр могилёве до середины девятнадцатого века в могилёве постоянного моста не было в летнее и осеннее время устанавливался мост на деревянных плотах в районе нынешнего городского пляжа зимой ходили и ездили через реку по льду а весной переправлялись на двух паромах паромы имели грузоподъёмность 800 пудов и управлялись вёслами и шестами пока паром шёл поперёк реки к другому берегу течением он смещался на один километр и выгрузка происходила уже у городского острога по течению переправа длилась около 40 минут против течения почти полтора часа сильный ветер паромы не ходили после дождей проблемы было добраться из города до самого парома гребля которая вела через пойму днепра на протяжении версты покрывалась непроходимой грязью поэтому когда возникала идея построить через днепр постоянный мост его решили возвести на излучине реки там где она ближе всего подходила к крутому правому берегу конечно строить мост на излучине далеко не самое лучшее решение во время ледохода льдины выносило течением на правый берег но так решил автор проекта деревянный мост на сваях был сдан в эксплуатацию в 1860 году построены по проекту и под руководством пребывавшего в то время в могилёве начальника 11 могилёвского округа пути сообщения подполковника николая остробжемского мост состоял из десяти саженных арочных пролетов и достигал длины 90 погонных сажений или 191 метр полотно моста возвышалось над летнем уровне воды на 40 футов или же 12 метров по тем временам это было солидное инженерное сооружение однако прошло несколько десятилетий и выяснилось что узкие пролеты моста создают трудности для пароходного сообщения по днепру 1902 году мост был модернизирован два арочных пролета по центру русла реки были заменены на один пролет но для этого пришлось убрать одну опору прослужив могилёвском округе 14 лет сначала начальником отделения а затем с 1857 года членом правления истребжемский в октябре 1862 года был назначен членом костромской губернской строительной и дорожной комиссии но вскоре феврале 1863 года вышел в отставку в чине полковника николай поселился в могилёве где продолжал заведовать вышеупомянутой мукомольни активно интересовался проблемами экономики и работал над новым научным трудом главной основы двойной бухгалтерии изданная незадолго до смерти и над своими мемуарами записки инженера которая к сожалению так и остались ненапечатанными дети же истребжемского учились могилёвской гимназии владимир и константин окончили ее в 1862 году и поступили в дербский университет чуть позже к не присоединился и станислав никто из них инженерами не стал вероятно под влиянием отца связали они свою деятельность железной дорогой константин дослужился до должности директора правления общества рыбинско-балаголовской железной дороги его брат владимир остался статским советником и трудился на руководящей должности в обществе юго-западной железной дороги наиболее успешную карьеру сделал станислав истребжемский который в 1917 году в чине тайного советника занимал должность члена совета министров пути сообщения дальнейшая судьба потомков николая истребжемского неизвестно надо отметить что николай обладал незаурядным литературным талантом живя в могилёве он свободное время переработал разделы второго тома мертвых душ рукопись которой он получил еще во время своей преподавательской деятельности от николая прокоповича друга гоголя со своим трудом истребжемский ознакомил своего приятеля богоявленского начальника могилевской гимназии тот попросил снять копию с обязательством нигде и и не публиковать 1861 году богоявленский уехал в санкт-петербург рукопись продолжения мертвых душ не давала ему покоя поэтому он обратился к истребжемскому с просьбой снять запрет на публикацию полковник же возражал богоявленский терпел еще 11 лет но все-таки отрывки он опубликовал в январе 1872 года читатели исторического журнала русская старина своему несказанному удивлению обнаружили похождение чичикова или мертвая душа поэма николая васильевича гоголя новые отрывки и варианты радость читателей действительно была большой поскольку все знали что перед смертью в 1852 году николай васильевич сжег второй том мертвых душ но редакция русской старины сообщила что кое-что все-таки сохранилось в копиях благодаря товарищу гоголя прокоповичу который в свою очередь передал их своему коллеги по педагогической работе полковнику николаю старпжемскому но вскоре в редакции русской старины пришло письмо из далекого могилева от самого полковника которая стала громом среди ясного дня полковник возмущался тем что директор петербургского коммерческого училища богоявленский опубликовал эти разделы без его согласия также он намекал что автором многих отрывков является не гоголь а сам николай в редакции русской старины долго еще не могли поверить что опубликованные отрывки является литературной подделкой настолько талантливо они были написаны за каждой фразой были уверены сотрудники журнала стоял настоящий гоголь после длительной переписки эстребжемского с петербургскими изданиями восьмом номере русской старины за 1873 год все-таки появилась публикация подделка под гоголя литературный курьез многие читатели были вынуждены согласиться что дописал гоголя полковник корпуса инженерных путей сообщения николай эстребжемский из могилева умер николай феликсович эстребжемский 1874 году могилеве и был похоронен на польском кладбище детище известного инженера не сохранились до наших дней паровая мельница была полностью разрушена во время великой отечественной войны судьба же главного моста города тоже сложилась не из лучших после революции началось бурное развитие автотранспорта и мост рассчитаны на телеги и брички с трудом выдерживал возросшие нагрузки как бы там ни было но в таком виде мост посуществовал до 1941 года когда началась война выяснилось что мост не в состоянии обеспечить транспортировку тяжелых военных грузов и тогда рядом по свидетельству очевидцев были срочном порядке наведены два понтонных моста при отступлении красной армии из могилева половина деревянного моста была взорвана захватившая город нацисты не стали напрягаться а поставили дополнительную опору благо сваи сохранились еще с древних времен летом 1944 года мост был повторно взорван после освобождения могилева советские саперы опять снесли центральную опору и смонтировали ферму но уже несколько другой конструкции 1959 году рядом с деревянным мостом строители сдали в эксплуатацию 8 пролетный железобетонный мост длиной в двести восемьдесят шесть метров и шириной 24 метра в летнее засушье в пойме реки можно рассмотреть останки опор старого моста такая вот необычная но важная страница истории могилева а для увлеченных истории имеется загадка на фотографиях и гравюрах дореволюционного могилева моста можно увидеть ряд специальных конструкций пишите в комментариях свои догадки о целевом назначении данных приспособлений до новых встреч